пацаны здорово минус 20 и на улице новый год наступил всех поздравляю 2 января сегодня это будет дневник mazda 5 сейчас расскажем что там скрипела и как это перестало скрипеть до начала давать тачку заведем она стояла два дня не заводилась посмотрим что будет так ничего поехали вот слышали я надеюсь да то есть такой затяжка но завелась вот машин пишет минус 17 хотя было вроде как 19 20 17 на день прогрелась немножко значит пока тачка греется что хочу рассказать сразу пацаны обращаю ваше внимание вот почитал комментарии послушал народ бампира здесь реально пластику видно пластик очень тонкий поэтому если вы где-то на парковках будьте парковаться вообще пацаны вам серьезно аккуратно смотреть за него знакомая девчонка у него mazda 3 тоже свеженькая там от 15 года что-то притерлась на парковке в бордюр говорит лопал также трещина пошла короче бампер полностью замену касаемо заднего не знаю но про передний то есть на низкий то есть постоянно с никаких проблем происходит а чё с дисками диски вот облазит вот здесь облазит это передний здесь облазит короче облазит все четыре диска сильнее всего час облазит задний правый он прям вообще в жопу но сегодня второе число то есть соответственно числа 3 4 завтра утром позвоню поеду к дилеру будем разбираться потому что как раз праздник чай делать нехленно у дилера чо узнаем первое за диски раз я думаю они сфотографируют сразу пусть все там пишут отправляют производителю претензию диски раз дальше по щелчкам по трещинам по сверчкам так называемым вот центральной консоли непосредственно с нее вот он шум то есть то нет но он единственный постоянно который происходит и плюсовую температуру минусовую вас не рассказал видео понти рассказывал то что вот здесь нам снег лежал и вот с этой стороны пошел трес какой-то с багажника все хоть шум пошел кто-то из комментарий написал то что это мол снег скрипит ну лед снег и действительно это так тоже когда была оттепель все скрипы пропали потому что растаяло то есть вообще была полная тишина в машине сзади шумов не было не было шумов вот с этой стороны остались шумы только вот с передней консоли но опять же подчеркиваю вот 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 там вообще вам реально вопрос вот в минусовую температуру так давно езжу то есть 20 30 числа такая минусовая то минус 10 ночи становится езжу ты шумов нету получается когда холодно прям сильно почему-то их нету когда плюсовая температура и машина прогревается они почему-то вот именно появляются почему это не знаю но я поеду спрошу мало ли кто-то уже обращался по этой проблеме вот значит что касаемо еще багажника вот сейчас за счет того что снег лежит открывать не буду на хотя херли не открыть то была такая претензия тоже когда открывает багажник и закрывать он начинаешь увидеть не закрылся легкой усилий делать что нужно посильнее скажем так ударить чего это но я думаю тоже просто промерзают резиновые уплотнители и вот они как бы дубе это же и соответственно уже посильнее вдарить просто например на этой машине таких претензий никакого не было даже к вручном режиме закрываешь то есть хлопнул дверью и все нормально а здесь то есть нужно применить усилия скажем так все заметил такой момент тут с крышкой багажник на предушно стоит реально неровно шанс мало того что надо 50 естественно утоплено но если сбоку посмотреть обратите на вашу машину внимание то здесь например вот здесь то найдет ровненько да а здесь как бы она там проживается как то есть такая ну кого-то влиять как будто его меняли серия это ладно и стоит неровно посмотреть сами по свою тачку под углом не получается что здесь ровняка вот здесь делать видно нажимаю то есть то не знаю можно там также продавливает со временем еще что-то открывали вот соответственно такие дела как я уже сказал сегодня минус 17 18 уже не первый раз так мороз сажусь машину в принципе прогревается все так же быстро то есть претензий таких нету вот в реально холодный мороз но сейчас минут 10 1 по тарахтит но я виду папа греется уже будет нормально то есть пойдет уже теплый воздух еще минут 10-15 уже прям будет ну реально все комфортная температура то есть 20 минут я считаю что для двухлитровой машины с такой херовенько как все говорят шумочкой да соответственно я считаю что это в принципе нормально и подогрев сидений тоже кстати исправностью пока работает это просто читал там комментарии что некоторые пацаны пишут умол косяки начинаются с подогрева то здесь соответственно пока никаких косяков нету даже обратил внимание что в холодную погоду дворники начинают тоже тормозить надо обратить внимание то есть они сейчас какой скорость они поднимутся то есть равно еле-еле но поят дело все промерзает все мерзнет того же когда дождь идет они летают то что краски не шла и побыстрее как все равно ездит что касаемо подсветки с этими совсем разобрался вот спасибо я помню то что эту штуку надо покрутить либо через соответственно и скрипов как уже сказал все прошло вот сейчас мороза сейчас я машину еще мы перед новым годом то есть на поясе мойки чистенькая то есть скрипит но реально сильно и скрипит опять же вот там скрипит где окно вот в передней части слегка кит скрип сзади там из багажника достаются теперь как бы кстати вообще не пояснишь я понимаю что но реально вода замерзла там лед еще что вот этот подлокотник то есть сейчас вот тихо открывается но с ним уже были такие моменты что открываешь вам прям такой вот так я где-то читал что тут спрашивал даже молки пацаны расскажите как его разобрать потому что скрипит хочу там перетянуть весь опять же вот не знаю почему ведь сегодня скрипит вчера садился машина не вчера когда 31 часа садился вашу открывал ничего не скрипела но скрип есть как бы оттуда уже пошел наверно у вас тоже какие-то если ты ну когда открываешь вот дальше у нас значит также еще какой момент был многие люди писали что при проезде лежачего полицейского от из передней части достает доносит такой скрип вот я хочу спросить вы проезжали лежать в какой который бетонный такой но которое с асфальтированно сделаны или есть такие же знать пластиковый же которые такие маленькие я вот когда именно пластиковый такой маленький ниже лба действительно прям есть скрип и того что он как бы сделан такой прям как вот реальный искусственно сильно не ровность такой негладки неплавный соответственно что это скрипи до скрипят какие-то резиновые уплотнители и я обратил внимание что скрип Присходил именно в дождливую погоду basics сырая погода стоит то есть сухую погода опять же при проезде по ним скрипов не было и как правило если вы прям потихонечку прямо аккуратненько проедет естественно тоже опять же скрип никаких не будет поэтому обратите внимание когда именно доносится скрип сухую погоду или сырую если в сухую постоянно что-то скрипит но это надо разбираться это может опять же чуть пыль грязь песок ну первое на что можно думать наш полюбас вот она правило все скрипы вызывает грязи сюда опять же смотрите вот наглядный пример с правым дворником вот я специально почистил снег да ну дворниками вот остается пятно как бы он по идее да ну вот он неплотно прилегает но я обратил внимание то что это не только вот на мазде такая проблема такая проблема на многих машинах именно в зимний период времени поэтому обращаю ваше внимание что на сайте официальном производитель продаются щетки вообще с подогревом то есть щетки вставляешь некий там как-то греются если кто-то пользовался этими щетками напишет тоже послушать что есть смысл их поставить или нету также не помню говорил не говорил писал не писал был такой частый опрос все спрашивали что мол при холостых когда сидишь на вибрации от по салону такая по сиденьям особенно чувствуется нормально это или нет ну как заявил маркетолог компании mazda я вот против вроде где-то уже говорил про это что он давал интервью он сказал что да действительно вибрации есть именно холостые то есть допустим если поставить машину в нейтральное положение либо вы включите драйв и поедет вибрация пропадает она появляется не так а восстанавливаетесь стоит на светофоре допустим можно почувствовать что что-то вибрирует вот это нормально он сказал то что мол так как двигатель у них типа там супер классный офигенный экономичный пока что вот есть такие своеобразные минусы и среди этих минусов это вот вибрация салона это реально он сказал не я придумал поэтому если что как бы все вопросы к нему почему так но я думаю в следующих версиях машина полюбаться все это исправить этого уже сто процентов не будет ну вот смотрите сколько я снимаю но по моему ощущениям буквально минут действия вокруг машина побегал реально машина прогрелась то есть сиденье во первых уже теплые уже теплый воздух идет из машину то есть реально прям ощутимо теплый тем более час на улице ухожу руки аж обжигает от этого мороза соответственно можно ехать что еще хотел отметить парню снега нет вообще ни хера чай такое выпало вот чуть-чуть снега то есть пока что я минусы седана это зимой еще ни разу не ощутил хотя месяц зиму уже прошел соответственно чё это такое будем ждать когда лгать завалят все так чтобы я вот вышел как-нибудь искалом пацаны были ну вот это жестко сегодня было пока что езжу удовольствие балдея кайфую соответственно желаю вам всего того же так пацаны ну чё вот мы уже на нашем легендарном танке на смотреть что еще не сказал про дворники как решить эту проблему когда они одну часть не не прочищают я читал и видел то что многие парни просто составили другие дворники то есть какие там более продвинута какая-то модель которая сильнее прижата в этой части соответственно проблем с этим не будет что это за дворники я лично сам не знаю но я думаю наверняка найдутся в комментариях люди те кто знают поэтому почитайте посмотрите и вы там наверняка все увидите также по резине по зимней вот в морозы конечно такая становится более жестко видимо резинка так дубить начинает вот и про проезде швов различным то есть такого же вы чувствуется более жесткая вот плюсовую температуру все мягко было в принципе и по трассе ездил проблем никаких не испытывал но самое главное что вот сколько прошло уже примерно полтора месяца не откатался шипы не вылетели сейчас правда снег но реально шипы все на месте вот все на месте одного шипа пока что я еще не потерял а я считаю то что это очень важно того что сами понимаете зимняя резина без шипов на нужна прочитали пучку было бы купить и все с момента заведения автомобиля прошло примерно 25-30 минут машине все африка пожалуйста сейчас печку включаешь давно поселение виду там вентилятор прям дует прогревает вообще отлично то есть единство чего не хватает машине на самом деле это подогрева руля вот он муран у меня есть поэтому я вот здесь по нему очень сильно скучаю особенно в зимнюю холодную погоду садишься прям руль он реально ледяной вот мы подогрев руля вот если взял подогрев руля так что вот так очень охотно тащим путешествия съездить поэтому подписывайтесь на канал возможно по весне плане полюбасно будет рвануть ну и заодно посмотрим что она себя может показать а так ближайшие дни планирую сесть к официальному дилеру как я уже рассказывал по дискам разобраться разобраться со всеми скрипами спросить на что люди жалуются поставить новую прошивку на магнитолу на базу вот эту мультимедийную систему вот посидеть других машинах посмотреть что там еще там cx-5 еще что-то полазить покрутиться посмотреть все засниму покажу расскажу поспрашиваю обязательно чего есть какие скидки сейчас предложить предложение есть ну а в руках обычно скажу то что как бы у меня есть потенциальный покупатель есть друг который хочет купить машину вот попросил пользуясь случаем спросить что есть деньги на руках поэтому посмотрим снимем все запишем выложим обязательно на канал поэтому ставьте лайки подписывайтесь и до новых встреч